красивый какой задумчивый да давай бей его конкретно его чтоб не раздавал больше указаний ну слушай он не прям сильно бьет все он бьет ее ой 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 это что здесь случилось вот как раз тот сундук который я хотел он сюда летит он туда летит а прикинь не спалил вот это стелс ура это перрон да это наш пояс сейчас будет экспресса здесь нет дабы где мой пояс суки ухты какую дракон а чё босс вечерочек ты на канале ганты games и мы с тобой играем в разные игры и продолжаем играть конкой star rail начнем как всегда книжечек где у нас там эти книжечки нас их много так что мы не читали давай рукописи герты его сколько успеем на 10 минут я также рассчитываю так книга герты члена общества гениев номер 83 о вселенной и он их фракциях обо всем остальном финансируемая корпорации межзвездного мира это то о чем я хочу написать одинокие ионы их слепые последователи это не читал предисловие автора тот день клево искали для графе и спросила мне чтобы ты хотела бы написать для вселенной ответил ничего а это мы читали окей пучу вишни понятно откроется а вдруг это было новое так глава 26 34 корпорация межзвездного мира повелитель янтаря клепот безголовая статуя гиганта молчаливый и безразличных деталям мира он только и умеет что строить свою таинственную огромную стену зачем никто не знает против кого неизвестно мы здравомыслящие люди осознавая в свое невежество оставим его в покое но в мире есть люди и наделенные здравомыслием они делятся на две части одна из них думает ого раз бог строит стену то значит это святое дело мы тоже хотим строить стену где логика эти люди посчитали что наступает конец света и начали тратить бесценные ресурсы своих планет на создание бесполезных вещей вот этот диалог был похож на необъяснимый факт зачем но где логика так дальше их назвали архитекторами еще одна группа глупее чем архитекторы которые хотят бы хотя бы думают о своей выгоде 2 группа полагает ого бог строит стену значит она священная о небо нам нужно помочь богу строить стену что так во вселенной сформировалась отряда снабжения клепота состоящий жертвующих с собой людей у них не было никаких способностей они просто использовали силу путей чтобы путешествовать по мирам и собирать необходимые для возведения стены материалы и все это во имя и она в это время из этой группы клубцов выше двое умников и в одной части изменили судьбу всей вселенной и сейчас автор подробно поведает вам что тогда произошло сначала отряд снабжения отправился на неизвестную планету им очень повезло что на ней обитала доброжелательная раса которая хорошо их приняла отряд снабжения сказал уважаемые братья вселенной грозит разрушение а наш и он как раз сейчас возводит стену длиной в несколько световых лет чтобы защитить вселенную мы призываем вас принять участие в строительстве инопланетяне с улыбкой сказали ого как здорово что мы можем сделать отряд снабжения ответил нам нужна древесина камни железо цемент титановый сплав короче говоря нам нужно все что можно использовать для строительства инопланетяне тогда сказали у нас много таких материалов на что вы хотите их обменять именно тогда была заложена первая веха в экономике обмен ресурсами отряд снабжения ответил о у нас есть дерево камни железо цемент титановый сплав короче говоря у нас есть все материалы для строительства инопланетяне сказали такой обмен не имеет смысла так то вообще-то логично тут появляются наши умники сейчас их имена выгравированы на каждой стене и потолке главного управления корпорацией межзвездного мира луи флеминг и дунфанс цисин умники тотчас ответили в трех солнечных системах отсюда есть планета клементина там есть диковинка которая называется плод зимнего солнца этот плод обладает великолепным вкусом и просто тает во рту эти двое расписывали эту ягоду словно она выросла в райских кущах инопланетяне ответили ого вот это да меняем 500 килограммов древесины на 500 килограммов плода зимнего солнца когда все видели что ресурс имеет количественную ценность плод зимнего солнца очень дорогой сказал первый умник луи флеминг зая за одну янтарную эру невозможно собрать 500 килограммов плодов но 500 килограммов древесины для вас это ерунда давайте так меняем 500 килограммов древесины на 5 килограммов плодов зимнего солнца гарантирую вы будете в восторге ученые читатели ой уважаемые читатели этот разговор происходит происходил 800 янтарных р назад поэтому вы сейчас сразу можете понять что умник нес абсолютную чушь хотя плод зимнего солнца вкусный он не такой уж и редкий умник соврал потому что обладал важным ресурсом информации у кого больше информации у того и преимущества в данном случае умник номер один мог влиять на цели ценообразования и так дело пошло в нужном направлении отряд снабжения понял что для получения материалов он должен предоставить другой стороне интересный ей продукт так отряд снабжения стал покупать не только и строительные материалы но и продукты одежду повседневные товары все что представляло интерес на других планетах оборот торговли рос и второй умник дун фанциссин осознал раз они единственные во вселенной кто таким способом зарабатывать пришло время ввести свои собственные правила так появилась космическая валюта 770 янтарных р назад луи флеминг и дун фанциссин объявили об реорганизации отряда снабжения и создание корпорации межзвездного мира которая запустила универсальную галактическую валюту кредиты тех пор жители разных планет могли больше не беспокоиться о том сколько им нужно вещей для обмена своего товара цена уже установлена они получили кредиты от корпорации и с помощью них покупали товары у нее же для сделок теперь не нужна была третья сторона все расчеты велись напрямую движение активов покупателей продавцов похоже остановилась остановка движения активов означало что теперь появился депозитный капитал активы оцениваемые в триллионы превратились в кредиты и быстро набивали карманы корпорации межзвездного мира и карманы у нее оказались бездомными так кмм превратилась из маленького отряда которая закупает материал для и она в самую могущественную силу во вселенной стоит отметить что даже при таком большом успехе компании не забыла изначальную цель своего создания сейчас взяться все на фу уже все сейчас все накопленные за 800 янтарных р материалы сложны на каждой планете его на клепота их количество продолжает расти и он ничего не говорил и не собирался пользоваться подношениями на позиция корпорации неизменно это называется верой продолжаем дальше татан татанида это камни вот они резкий комментарий от татанидах от исследователя из отдела галактической географии на экране устройства появляется сообщение вы были заблокированы указывающая на то что это сообщение не было отправлено как интересно исследователю диковин и невыносимая тяжесть я слышал что вы являетесь экспертом по галактическому биоразнообразию поэтому я хотел бы задать вам несколько вопросов которые у меня возникли и я надеюсь что ваши ответы паль прольют свет на мой путь до этого я через различные формальные и неформальные встречи наполненные духовностью и регулярные письма на волокнистой бумаге участвовал в странных дебатах о том являются ли татаноиды формами жизни на основе кремния или просто камнями тем не менее остались еще вопросы которые требуют ответа как мы знаем дисциплина который вы работаете определила татана идов как формы жизни на основе кремния которые общаются с помощью внутренних электрических сигналов однако они вымерли много янтарных р назад астана оставив после себя только корону инструктированную мысли монак текти мысли моно тектикой прошлых монархов диковину невыносимая тяжесть заранее прошу прощения за мое невежество но у меня есть несколько вопросов первое поскольку татаноид татаниды якобы общаются с помощью электрических сигналов никто в этой галактике не сможет расшифровать их мысли язык или историю или итак вы можете утверждать что указанный электрический сигнал существует но я также могу утверждать что указанного сигнала не существует как определить его фальсифицируемость второе поскольку это не поддается фальсификации возможно расовая история татана татанид татанидов татанидов ужас самого начала была всего лишь выдумкой фикциологов истории кстати есть в курсе как вообще ударение тут ставится то можешь комментариях написать татаниды татаноиды а там не воды хрен с ними третье на этой космической станции за исключением конкретных людей большинство исследователей обычно не выходит из комфортных условий своих лабораторий и поэтому никто не отправился на планету татан чтобы проверить и изучить это утверждение сама корона с кристаллами и великая история которая опять же не поддается проверки определили что татаниды это форма жизни с долгой культурной истории разве это не противоречит критериям исследования на междисциплинарном саммите на космической станции отдел галактической географии перечислил минеральный состав невыносимой тяжести подробном отчете и определил его как редкое минеральное скопление однако отдел экологии назвал его мысли монотектической конструкции вымершей расы и объявил диковину своей собственностью это по моему это по моему скромному мнению ничем не отличается от пиратства после долгих размышлений и многих беспокойных ночей я решил что не вынесу мысли о том что ваше доброе имя будет запятана из-за ошибочной классификации диковины я также не мог смириться с мысль о том что репутация области знаний в которой я тружусь будет попрана из-за решительных действий отдела экологии я составил и пишу это письмо лишь для того чтобы передать три фразы а именно татаноиды это видимо ёбаные камни татаноиды это ёбаные камни татаниды татаниды блять это ёбаные камни исследователь отдела галактической географии слушай ну длинные были рукописи поэтому думаю что на этом закончим и теперь будем смотреть что у нас есть журнал путешествий не дают а супер беру все что вы мне даете я вообще ни разу не против я даже очень рад мы еще на четвертом уровне хорошо так теперь это у нас новости я сейчас быстренько пропущу не люблю просто вот эти оповещения когда висят это очень мне не нравится благодаря вашей поддержке первопроходец игра хонка получила такие винограды как appstore awards 2023 игра года для iphone и google play best of 2023 лучшая игра за вашу поддержку любовь экипаж звездного кросса дарит вам звездный нефрит вы мне да лучше пояс сука подарите ну ладно сойдет и это а поезд прикинь поезд подарят это же нихрена себе привет привет первопроходец у хонкой star rail уже более миллиона игроков на playstation 5 чтобы отблагодарить вас за поддержку мы подготовили награды пожалуйста примите их класс ни за что дают бабки мне такое вообще нравится так смотри надо прокачать ребят я пока буду использовать стандартную команду который у нас есть потом когда мы все вот это закончим уйдем на какую-то другую локацию или какой-то мир уже откроем тут вроде есть свободный какой-то мир насколько мне кажется давай прокачаем усилить да давай конусы вот наложить можно наложить и он такие же добавит как я понял как вот и мне подсказывал я понял что это так работает вот смотри усилить у нее мы можем наложить то есть повысить уровень он добавит видишь всякую шнягу которая нам не нужна я могу просто выйти да он сбрасывает авто добавление о супер прокачиваем защита владельца повышается на 24 процента если текущий hp владельца ниже 50 процентов то его защита повышается надо 24 процента а сколько было лишь нужно понимать насколько я хорошо все сделал усилить наложить об такой тоже есть но это удобно на самом деле да он сразу находит на 15 процентов блин не бы смотреть сколько было до этого а у нее а у тебя своя карточка да ну давай этим тоже усилим целом что они просто так лежат такого нет вот тебе пусть такого вроде тоже нет я не помню нету а у орлана должно быть мне кажется должно быть о глянь сколько нифига себе вот следующий уровень на 15 процентов текущий текущий 12 вот где надо это смотреть то есть критический шанс повышается на 12 процентов теперь будет на 21 процента нормас супер а какой максимальный уровень где-то будет писаться а наверное на самом этом или нет не пойму а просмотр возвышение светового конуса после возвышения максимальный уровень светового конуса повысится до 30 а где это делать а видимо мне нужно прям повышать повышать он такой дойдет ну все дальше тратимся ладно так теперь мы пойдем кстати прикинь я вот понял видишь где е вот эта штука где е она у каждого персонажа оказывается отличается то есть это можно перед сражением использовать видишь нету конуса рядом и этого она конуса все правильно сказал нету конуса рядом такой херак херак и во пополнил жизни это вот у ганты такая хрень и я надеюсь что не будет все сильно глючить все будет нормально с игрой о что-то появилось я это вроде собирал или вы тут будете каждый раз еще спавнить новые рукописи всякие что вы ругаетесь ты же женщина посмотри эта женщина с усами а господи ладно мы не посмотрим на эту женщину с усами больше ничего нету а то мы друг вы еще что наложили а я и папа из ниоткуда ребят появились побежали я уже забыл что здесь спринт есть а вот и мы их химеку прибежали она мимо нее не пройти понял как они сделали забавно смотри сейчас пущусь ну давайте разговаривать ты проснулся я оставила март и даньхена рядом с эспрессом для его охраны с эспрессо для его охраны чтоб никто не выпил она должна появиться здесь минуту на минуту кто меня не было всего что это кто-то так не было всего-то сколько несколько месяцев а космическая станция уже в таком состоянии а и тут это главное герта это герта с возвращением герта это настоящих настоящая хозяйка космической станции член общества гений в номер 83 герта для злая какая а видишь у нее она она как что кукла хотя бы нормально меня представить член общества гений в номер 83 из всех моих выдающихся достижений ты решила отметить только это космическая станция герта ты робот тех общества гениев блин возможно это некорректно сразу так в лоб спрашивает понятно что космическая станция в честь ее названа ты робот давай у ганте есть голос я не понимаю почему не озвучивает свои реплики передавай одна из моих кукол я использую чтобы поговорить с тобой а значит столарон у этого проказника да дай-ка посмотреть поближе кого-то хочешь посмотреть поближе меня действительно потрясающе я построила целую космическую станцию только для того чтобы сдержать этот неактивированный столарон и уберечь синеву от катастрофы однако у кого-то получилось добиться этого с помощью тела этого проказника как им это удалось более того столарон все еще стабилен в его теле а вы про меня у меня так стоит обсуждаете и права тело этого мальчугана действительно необычные и называйте меня мальчуганом меня зовут ганте вам обязательно обсуждать это при мне да давай вот так спросим ты можешь уйти я обсуждаю науку как тебя там химеко науку существует в объективности тут нечего скрывать я все же думаю что тебе лучше послушать в конце концов у меня впереди много планов связанных с тобой кстати говоря химеко можно мне забрать его для изучения это не мне решать ты можешь спросить его сама ни за что изучение чего а сколько заплатишь давай узнаем для чего вам меня изучать изучение тебя конечно своем теле находится столарон который в каком-то смысле ничем не отличается от вам от бомбы кто знает что может случиться может быть когда-нибудь он разнесет тебя на куски ты должен быть благодарен что такой гений как я готов помочь тебе а то потеряю интерес и не буду проводить исследования сколько бы ты меня потом не уговаривал сейчас я сама заинтересована поэтому в этот раз уступлю столарон в твоем теле как это интересно будь благодарен что я предлагаю свою помощь это услуга которую даже корпорация межзвездного мира не может себе позволить теперь ты понял ганте герта хочет чтобы ты остался на космической станции я хочу сука на экспресс тут я тебя слегка поправлю этот проказник может оставаться здесь только на время пока исследование не будет завершено или может быть я потеряю интерес и тогда он может просто уйти а затем не моя проблема гантем у тебя есть еще один вариант звездный экспресс если хочешь можешь уйти с нами конечно блять я ради этого родился экипаж экспресс уже сталкивался со столаронами то что тебя волнует и ответы что мы ищем одно и то же кроме того мы можем вернуться в любое время чтобы герта провела свои исследования вперед совершенно очарованно неплохо это поддержит актуальность темы и тогда мне не нужно будет постоянно беспокоиться об этом проказники проказник сесть в экспресс или остаться ты самый эгоцентричный человек которого я когда-либо встречал я подумал над предложением химяко сесть в экспресс или остаться я советую присоединиться к экспрессу ты все равно не сделаешь мне одолжение если останешься не забывай почаще возвращаться заранее договорились о встрече с астой или орланом чтобы у меня было время подготовиться к изучению не нужно торопиться герта аста в главной контрольной зоне ганты можно сначала поговорить с ней и затем решить сам это я буду ждать тебя на перроне не спеши можешь доделать свои дела или с кем-нибудь встретиться найди меня когда примешь решение о видимо мы только в конце серии сядем на экспресс так герта ученая запись отключена деловой контакт аста эй ганты это герта у меня к тебе дело срочно приди в мой офис жду но ты же рядом со мной а просто сказать нельзя давай вот так так здравствуйте в настоящее время я недоступна и не собираюсь связаться с вами позже кстати есть такая да тема спать особенно с поддержкой когда они отвечают как мрази какие-то эти боты химеку покидает отряд откройте меня отряд чтобы предактировать состав вашего отряда вот это очень плохо на самом деле добавьте персонажей в отряд вот и как я должен решить кто мне нужен понимаешь насколько это а вот подробнее можно посмотреть окей гармония эрудиция разрушение сохранение охота у меня короче всех по одному понял а вот разрушение мне вот орлан мне уже значит отпадает он мне не нужен в отряде значит либо гармония либо эрудиция пусть пока будет гармония подожди эрудиция больше атака мне срать вообще на все показатели мне нужна атака чем выше атака тем лучше берем тебя значит кто вообще сервал добавить будешь с нами бегать а вот и 2 3 4 5 6 появились а я с тобой могу еще поговорить я еще не совсем потеряла к тебе интерес спрашивай ну говори уже а нифига себе сколько у тебя кукол 249 в эксплуатации 32 резервной копии мне лень управлять их передвижением поэтому я просто держу их много каждой зоне что у тебя на за коллекции за коллекция на станции довольно задние занятные диковинные крайне скучные люди у тебя много диковин можно мне одну а ты бы попросил приговоренного к пожизненному сроку поделиться с тобой парочкой лет очень странно сука это вот жадность лишь вот что не придумают лишь бы не делиться если дату и забавный если нет умный зачем тебе космическая станция и как ты ей управляешь корпорация решила раскошелиться а я не отказалась что касается управления то это касте у меня больше нет вопросов хорошо как хочешь мне нужны больше книг я слушаю я в одном месте не был то на этом корабле вот тут наверх мы не поднимались по-любому что должно быть почему сразу не погружать и что у меня опять с текстурами надо будет проверять во время сражения нужно будет поднимать графику или она у меня вообще будет тяжко все с этим так тут ничего не лежит я ничего не вижу опа ребятушки здравствуйте вы появились неожиданно а вот я еще собрал как блин неудобно почему вы не прогружаетесь что случилось а мы вернулись назад и даже кажется что она сейчас подвисает вот смотри что происходит уходим на проверку короче мы будем отталкиваться от того как будут проходить сражение потому что прошлая серия меня очень сильно подставила и все сражения приходилось миксовать в при монтаже там делать очень нехорошие вещи чтобы все нормально было опять упаковку поменяли и ты вообще скажи как тебе напиши вот это важно прям в комментариях нормально ли тебе смотреть час серии потому что я не вряд ли ее стоит делать эти серии меньше нужно тупо не успеем даже что-то сделать например за те же 20 минут как у меня обычные тут другие видео увидишь тут по только будем 20 минут бегать поэтому напиши и скажи как тебе вообще час видео красиво здесь необычно портрет герты это госпожа герта она скорее известна вам как член общества гениев номер 83 юности она решила проблему алгоритма уединенной волны и гипотезу модели спарка молодость открыла метод преобразования сигма барионов среднем возрасте она предложила проследовать последовательность герты и опубликовала статью о старении в обратную сторону переклонных годах ей удалось обратить вспять свой собственный возраст с помощью навыков старения в обратную сторону и она продолжала разгадывать тайные феномена утечки мнимости и даже захватила и запечатала стеллерон госпожа герта 19 раз спасала планету за которой на которой находился от разрушения и дважды встречалась с ионами космическая станция ее собственность ну ясно а вы опять же про всех будет рассказать зандар ну давай почитаем зандар один один куван бар член общества гениев номер один я повесил его портрет исключительно как дань уважения без него не было бы этого общества которое мы имеем сегодня честно говоря я не знаю о его достижениях его труды изобретения не сохранились но ведь мы должно же быть вместо для основателя общества портет польки только как амонт член общества гениев номер четыре женщина загадка немало членов общества палаты и руки давно они не было слуха но я твердо верю что она и все еще жива и владеешься безмолвля если ты здесь и если ты слышишь я герта член общества гениев номер 83 я хочу тебя увидеть уверена у нас с тобой много общего а айден айден член общество номер общество гениев номер 22 он самый бескорыстный самый странный всю жизнь и план помогал он помогает другим такого рода радости не для меня но общество прославилась как раз таки благодаря ему после его смерти корпорация межзвездного мира пыталась найти ему замену они искали бесчисленное множество янтарных р но никто из гениев шел на компромисс пока они не нашли меня портрет элиаса саласа или салас милый старичок он является членом общества гениев номер 56 в истории общества он единственный кого дважды выбрали главой поблагодарим его краеугольный камень контактов современной космической цивилизации маяки синестезии и сверх дальние зондирование это его творение поскольку не он познакомил публику с этим изобретениями несу поправку авторские права на обе эти технологии принадлежат гильдии эрудитов честно говоря не очень высокого мнения о гильдии на скопировать но скопировать изобретение элиаса саласа для них это выдающийся успех это кто это какой-то робот а это скрюлум член общества гениев номер 76 скрюлум я давно с ним знакома он действительно хороший парень джентльмен с выдающимися механическими мозгами общение с ним многое мне дало так я путаю скрюлум столарон пока сложно всех их запомнить последнее время я работал над проектом с ним и жуань мэй надеюсь что этот проект поможет нам приблизиться к величайшим тайнам вселенной а подожди можешь еще меня качнем то нормально ладно перед боем давай хотя я забуду хотя я забуду давай сразу где там мы где там я подробнее а там был уровень повысить уровень давай на все ставлю на все 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 мне сказали качай первую очередь себя я слушаюсь что мне подсказывают потому что я думаю что это хорошее решение смотри нормально же нормально и денег у нас очень много все у нас больше ничего нету этих дурачков я своих тоже уже не прокачаю правильно я все на себя потратил тоже с одной стороны правильно видим у нас у всех все одинаковое а я не могу просматривать сразу всех ребят тоже но видимо у всех все одинаковое отличаются только другие какие-то вещи все теперь вообще мощь мощь ганты это вообще машина еще одна герта а вот и ты ты как ты как так быстро здесь оказалось извини что тебе пришлось меня ждать вот это вообще бессмысленно это значит и дурачок если это спросишь она же все объяснила да кто тебя ждал у меня дел по горло а это тело один из моих дистанционных управляемых суррогатов они тут повсюду я подключаюсь к отдельному суррогату когда мне нужно в конкретное место хватит ходить вокруг да около ганты я и несколько коллег работы над большим проектом если все получится мы сможем решить основную проблему которая мучила нас в течение нескольких тысяч хинтарных эр тайну ионов и он и ты только подумай какие удивительные существа некоторые его на когда-то были как мы обычными людьми но каким-то образом они обрели силу которую мы не можем вообразить они таинственны сильные молчаливы и ужасны проект тайну вообще в двух словах не расскажешь как они зародились почему для чего ганты думал над этими вопросами дэнна и ночи на что а как это касается меня 42 что такое дэнна и ночным блять просто ради прикола прекрасно любопытство основа науки но нам нужно не только размышлять но и действовать я хочу дать тебе шанс стать частью этого проекта давай действовать вместе ты что не миссишь такое дэнна им ему но но мощно мощно это мощь что-то или ночь ночь что это блять 4 мудреца из общества гений в сообщали написать сообща записали программу видишь ту огромную установку в офисе на ней развернута вселенная похоже на тот мир в котором мы живем только попроще и специфичнее я называю и мета вселенная тукерберг тоже так это называет серьезно раздумываешь популярность чем проще тем лучше раздуваешь популярность раздуваешь ты я не вижу чем проще тем лучше правда партнеры сказали то же самое но по правде мне так нравится однако я прислушаюсь к совету давай назовем ее виртуальной вселенной чушь не реальностью давай я проведу тебя по виртуальной вселенной с тобой ничего не случится обещаю а еще я заплачу тебе кучу денег а можно мне так можно я так по по работаю еще вчера сегодня было завтра виртуальной вселенной первичный что так пришлось продолжать правитель подождите задание да просто стой там а я к а компьютер считает твои мозговые импульсы и автоматически сгенерируют иммерсивную смоделированную реальность и вот это что такое о супер звездный пропуск это обычно видимо до серенький так а где задание вот это задание до вчера было было сегодня что что по системному времени на конструкцию герта прибыла незнакомка путешествие продолжается пройдите в виртуальной вселенной один раз оказывается герта существует не в одном экземпляре чем больше вы об этом думаете тем больше смысла находите а герта с которой вы беседуете хочет чтобы вы прошли в ее офис похоже герта совместно с другими членами общества гениев разработала виртуальную вселенную чтобы исследовать истины вселенной попробуйте и вы и теперь вот это задание нам дают а много-много всякого нам дадут за это первичный тест погрузитесь в виртуальную вселенную герта просит вас погрузиться в виртуальную вселенную созданную обществом гениев и притвориться его нам освоение ваша задача попытаться узнать секрет ионов и путей у виртуальных ионов ой какая жуть а его тут ты могу отслеживать ставить нам сейчас вот это типа нужно у меня вот сюда встать я понял давай красиво встанем вот так my god видишь мое сообщение если до коснись экрана в любом месте твое тело все еще находится в офисе это виртуальная вселенная созданная из твоих воспоминаний это всего лишь тестовый альфа сервер где функции доступны не полностью а еще за дичь это я загрузила в тебя эти двоих чтобы ты не сражался одиночку я сама доброта до активирую удвоенную скорость для более быстрого боя наконец-то да активация режима автобитва позволяет автоматически использовать умение в бою да как быстро начали крутиться ребята пусть авто автобой а и ускорим ну класс класс нормально вот это мне прям нравится вот это хорошо только я сука читал это что было клип от винта на небе хорошо раздался шепот наступили сумерки вы посмотрели наверх и обнаружили безграничную медную руду а с неба сыпались янтарья пал словно шел удивительный дождь из природных минералов сквозь пар проступали очертания громадного существа в мантии отличавшегося вытянутым позвоночником и зажатым широкой руке молотом вы открыли глаза и поняли кто это клип от он сохранение это вот это вот существо это новая обманка герты это такая ролевая игра давай вот так спросим вокруг него раздался громогласный рев явно предупреждение для вас а затем он исчез прямо у вас на глазах что сейчас происходит это герта наши почеты верны ли под он сохранение и правда появился герта внезапно издала подозрительный смешок воскрешение а кивили и он освоение привлекло внимание старого друга но он сбежал расскажи мне больше об отношении между ионами давай вот так уверен ты увидел иона умело созданного жуань мэй и скрюлумом такие он и игнорируют нас как и настоящий так и придут и так так что я предала твоей симуляции черты аквили его на освоение чтобы они обращали на тебя внимание герта щелкнула языком и продолжила теперь я уверена что мои предположения были верны когда ты встретишься с ионами в следующий раз попробуй их разговорить что ты хочешь узнать явно разбираешься в сплетнях лучше меня я буду рада всему мифом ионов их анекдотом любовным историям и рассказом о сотворении вселенной раздраженно воскликнул герта просто придумай что-нибудь боже боже что это такое каждую серию что-то новое появляется это еще это еще не конец но я прикрою тебя на этом тесте видишь я использовала свой допуск чтобы усилить твои благословения теперь ты сможешь повеселиться не спрашивай почему просто поблагодари меня ну иди же выбирай папа смотрим конструкция компенсация когда персонаж пробивает уязвимость выбранного противника он получает щит кстати вообще неплохо межзвездная конструкция обратная защита персонажа получает щит в конце хода вот это я вообще не понял но звезды 2 конструкция конструкция часовой начале боя все союзники получают щит тоже отличная вещь но тут две звезды а тут можно так приз она после того как пресс персонаж пробивает уязвимость выбранного противника получает щит так конце хода персонажа площадь щит равный 15 процентов его максимальное хп над а я думал щит полный тогда шляпа тогда вот это берем подтвердить благослови благословение используя благословение сохранения дабы я не успел столько читать еще любые возможности отключить боевые навыки и довести еще одной аудиенции у повелителя янтаря так автобитва используйте функции автобитвы чтобы включить автоматическое использование умений во время боя иметь ввиду что для некоторых боев эта функция недоступна а даже так видимо какие-то сложные удвоенная скорость функция удвоенной скорости позволяет ускорить ход боя но она недоступна для некоторых основных особых боев благословение виртуальной вселенной благословения могут быть выбраны после победы над противниками и будут эффективны только в текущем исследовании окей так о я помню это место интересно но тут наверное ничего не должно быть чтобы можно что можно было бы собрать да похоже на то идем вон туда вон и противник идем на не во а а а восстановление жизни так смотри мы берем дань хэна где он второй делаем усиление идем его лупить попа вообще не ожидал он не ожидал что мы такого лупанем сам уйми пожалуйста ускоряйте а и ты вообще все используешь но это удобно а можно еще ускорить двойная перемотка есть тройная перемотка что просто перед глазами все промелькнула и так тоже неплохо но нас вот и мне интересно нас прям убьют нас могут вот так вот убить в автобое а ускорение куда делась да она почему-то отключилась хотя я него не отключал но это очень удобно стало это стало намного намного удобнее их клипу так и не объявился никто и не сомневался давайте просто выберем то благословение которое преобразует щит в урон и уйдем так когда персонаж получает чит есть небольшой шанс снять с него одно ослабление после атаки выбранного противника атакующий персонаж наносит урон дрожью в соответствии общим количеством щитов отряда вот почему они подсвечиваются лишь прям оранжевым здесь вот прям что-то айт 3 вот их видимо поэтому персонажа щитом получает меньше урона так атакует 15 урон дрожью блин давай вот эти брать ну я не вижу смысла что-то еще делать ой ой я вернусь же обратно вернусь я выбрал вот это интересно а ну давай еще силу захерачу подожди мне нужно почитать вот что он делает смотри ой как нас а вы другие вы не подожди вы же тоже прокачаны а они не настолько пока же ну короче смотри она делает случайность противника замораживает подожди это не то талан не тот тоже не то я запутался на одного противника может наложить заморозку а он вот что делает повышает силу атаки дай хэна в начале сочевого боя на 40 процент на 3 хода но это лучше хотя думаю что он всех усиливает оп а чего вас так много за это с каждым сражаться надо или то одни ребята с каждым сражаться ой я не прочитал это я собираюсь ускорить процесс не забывай собирать благословения сохранения хорошо давай попробуем видеть клипота посетить видимо я ускорил не только не только бой но и субтитры то есть мы должны стремя вот этими сразиться сделать три боя и всех прям нормально так добить и вызовется как раз вот этот сильный и он или кто он там будет третий бой супер блин нормально вообще прям нормально прям или живые то все его противники такие слабые ой блять вот я бы не использовал понимаешь автобой такая хрень на самом деле тоже я бы сохранил на будущее искусственный интеллект плохо соображает давай а вот тут уже посложнее выбрать после получения атаки персонаж наносит урон дрожью выбранному противнику в соответствии с количеством счетов до того как он был атакован урон дрожью повышается и распространяется на всех противников при получении счета увеличивается максимальный поглощаемый счетом урон я думаю давай теперь не будем просто лезть вон что вот это у вообще есть мы такой же брали а выбрать три благословения но я выбираю вот это ну что мы его дрожью атакуем а тут он распространится на всех противников черт что такое что я плохо выбрал а так тут три мы их все и заберем теперь вот это давай ну наверное никто не объявится а ты жал и обижайся что не появляется и он во время того что я вот это все выбираю а сейчас появится прости я на время приостановила твою активность мне нужно перед тобой извиниться признаю мне очень признаю мне очень хочется преуспеть больше не буду вмешиваться в систему действую по своему усмотрению возможное появление клепота просто случайность вот и все прости меня да мне вообще плевать но я хочу на экспресс но что-то я пока не иду на экспресс а графончик я чуть поднял вроде не не глючила ничего все вроде нормально нет только никого я ненавижу этого коня очень сильный ждана что-то разбивать я ничего не вижу что можно было разбить об обманул коня на 4 подковы так ну идем к нему давай его заморозим хочешь брюшка по щекочу тут можно присесть у меня вообще не видишь а симуляция тебе вообще посрать так неинтересно надо было жизни повысить сука прикинь я забыл повысить всем жизни забыл твою мать надеюсь мы не умрем будем смотреть и надеяться а что остается делать собственно говоря слушая думаю что мы вот эту симуляцию пройдем и наверное закончим эту серию потому что как раз наверно она у нас и займет время если симуляция недолгая и будет а да в целом нормально вон опять вырубил ее но ничего нормально мы его победили прикинь я чё даже уже просмотрел вот пока с тобой заговорился уже не обращал внимание на все как-то на самом деле позволяет действительно автобой сконцентрироваться на другом геймплей немного о супер время покинуть виртуальную а мы уже прошли битва кончена и вы выжидаете но ничего не происходит герта а дальше что мне делать давай вот так спросим за тишиной следует тяжелый вздох герты я была уверена что они появятся неважно и отключу виртуальную вселенную это займет всего секунду ты ничего не почувствуешь поговорим уже в реальности герта это же должно было занять всего секунду давай еще раз он пришел пораженно воскликнула герта нет не он это другой он это ее голос постепенно затих у вас возникло странное чувство словно слова герты затвердет затвердели и вся виртуальная вселенная потеряла четкость увидели распыточный силуэт из зеркальных фрагментов чьи черты лица постоянно переломлялись от и оттого были неразличимы у вас перед глазами принят пронеслось множество воспоминаний вы увидели кавку и и деформированное тело было чрезмерно вытянута а зонтик будто слившийся с ней в ее руках превращался в капли воды стекающей прямо к вашим ногам вы вдруг у превратились в плачущего младенца одливу нас не при с не перерезанной пуповиной вы вспомнили что у вас на теле есть золотой шрам из которого вытекает золотая кровь умирающей планеты развивающейся мантии вы стоите посреди пустоши и у вас потемнело кого же вы стремительно тени стремительной тенью приноситесь над бездной в попытке поймать падающей звезду и тут внезапно раздался голос надетая на твое темнокожие тело мантия хлопает на ветру и ты радуешься открыв открывшийся истине шелковая нить закручивается вьется и превращается в речь океана говорят что все миры соединяются в единый шепот но стоит вам произнести хоть слово они исчезают просто давай поговорим о кавке а постой давай поговорим о кавке она влезла ко мне в голову давай поговорим о кавке у нас получилось радостно воскликнула герта это дело рук фули он принял тебя за павшего а кивили и попытался завести разговор пули важен для нашего исследования поэтому что он имеет доступ к памяти всех живых существ и знает не меньше чем нус и он эрудиции выходи ганта я хочу улучшить виртуальную вселенную в будущем тебе предстоит провести там еще немало времени ты сказала что больше не будешь вмешиваться что-то будто скрутило тело зацепил области пупка ебать я это не успел прочитать прочитаем потом успех нужно сейчас же рассказать все стивену гатте не стой столбом иди прогуляйся вытяни из вонов еще что-нибудь прояви уважение ты не имеешь права мне приказать ладно тогда я пойду давай праве пусть проявит уважение о да я слишком взволнованно прости гата я очень тебя уважаю пожалуйста может провести еще одно испытание я усовершенствовал виртуальную вселенную увеличил размер памяти а с ним и длительность сеансов для кажется а мне кажется просто раз получилось несколько скучно так что я попросила стивена добавить кое-что интересное эта часть специально для тебя надеюсь тебе будет весело ура люблю веселье в реальной жизни получать награды гораздо приятнее я не доверяю вашему понимать я не доверяю вашему пониманию веселиться ну что сказать я тоже не доверяю каждый раз когда мне обещают веселье я представляю себе гору мусора так что я бы лучше проговорила о награде это давно запланированное обновление большой игрового процесса и контента лучше награды и более оригинальная кривая сложности так что готовься к возвращению в виртуальной вселенной я помогу тебе еще раз вот это что герту мне дали герту прикол получены предметы база данных так миссии что за миссии а помимо выполнения миссии освоения для развития сюжетной линии в ходе исследования можно столкнуться и с другими миссиями после входа в определенной зоной от разных людей вы будете получать миссии приключения связанные с другими мирами выполнение определенных миссий позволит вас вам пригласить новых друзей на звездный экспресс да мне бы самому туда попасть ну поймите пожалуйста хочу туда сильно помимо этого вы также можете выполнять ежедневные миссии получать соответствующие награды давай с тобой поговорим то случилось отвечает только на вопросы касающиеся виртуальной вселенной меня все еще терзает сомнения о проекте виртуальной вселенной какие-то сомнения как она поможет разгадать тайну ионов о проще говоря нас моделирует ионов а вы а мы сможем задать им вопросы общество гениев задействовала для этого много ресурсов и связи ионы которых мы моделируем связаны с настоящим можно сказать что мы создали менять ионов на на ненаделенных силой конечно все не так просто если копнуть глубже этот проект столкнулся с массой проблем и дела идут не очень говоришь есть другие партнеры до 4 члена общества совместно запустили этот проект жуань мэй мастер в области создания она взрастила протомер для виртуальных вонов также известный механической аристократ скрюлом он отвечает за написание основной логики программы и галактические расчеты я герта предоставляю площадку персонал про ресурсы и несколько интересных систем а еще стивен оону он хочет сохранить это в секрете так что забудь о нем зачем я тебе ну потому что ты особенный в своем теле стал арон и пока ты идешь по пути освоения на ног наблюдает за тобой поэтому его на скорее признают тебя тебе нужно узнать что у ионов нет свободной воли и они не думают ни о чем кроме своего пути так что когда мы задавали вопросы они не обращали никакого внимания даже когда скрюлом сделал имитацию личности каждого иона и увеличил параметры социальности мы решили попробовать другой способ с тобой у меня есть еще вопросы о виртуальной вселенной какие-то сомнения что она моделирует по замыслу скрюлом а сейчас смоделирована вся вселенная но пока с терминала доступна только часть локаций этого достаточно скрюлом любит создавать огромные бесполезные штуки его распоряжение целая планета поэтому пространственные ограничения его не заботят а зачем были созданы сражения потому что сражение лучше способ раскрыть свой путь это через связь с путем мы можем призвать созданного нами в виртуального иона хотя способностью этих ребят никаких но проблемы не доставляют как настоящие боги а вы не можете просто сразу их создать и с ними поговорить это же было проще чем сражаться из и ждать пока не появится она будет читать мои мысли конечно для твоего же для твоей же безопасности я хочу убедиться что все что ты видишь под контролем не хочу чтобы виртуальной вселенной свела тебе с ума еще вопросы о вознаграждении во виртуальной вселенной я знала что ты собираешься спросить об этом давай а что я получу за испытание виртуальной вселенной вся информация которую ты получишь от виртуальных вонов принадлежит тебе разве этого недостаточно ты знаешь на что готовы пойти некоторые чтобы хоть глазком увидеть иона это а ты даже сам сможешь поговорить с ними лично а мне казалось награду можно будет в карман положить по ну если хочешь то без проблем у меня столько кредитов что не знаю куда их девать по правде говоря это лишь набор цифр созданной корпорации я хочу дать тебе что-то более существенное такое что сможет тебе помочь и пригодится по-настоящему так что форма может быть не такой как ты себе представляешь а то кредиты это так ерунда до встреч не забудь протестировать мой виртуально вселенную так я предлагаю сейчас проверить все обновить все уведомления и на этом мы закончим эту серию давай начнем с задание путешествие продолжайте эти слова вновь всплывает в нашей памяти когда наступит момент сделать выбор сделать тот о котором ты точно не будешь жалеть пока не приняли решение или в глубине души решение уже было принято просто не уверены что кто-то еще разделяет вашу точку зрения ничего страшного вы можете скрыть это в глубине сердца и послушать о чем думают окружающие возможно ли это ваши возможно что ваши взгляды совпадут так погрузить виртуальную вселенную герта просит вас погрузиться виртуальную вселенную созданную обществом гениев и притвориться ионом освоения ваша задача попытаться узнать секрет ионов и путей виртуальных ионов так это все миссии миссии освоения продолжение освоения миссии компаньона ежедневной миссии и миссии приключения так что у нас дальше морем телефончик достижение постичь непостижимое она пия попадите в засаду во время прикрыть во время исследований а когда мы попадали в засаду это вот когда я читал текст а меня шлепнули это я считаю нечестно было вообще несправедливо даже спокойной ночи мой друг одолеть и 15 противников виртуальной вселенной 15 штук их было ничего себе я думал меньше что у нас дальше еще есть персонажи а то что мы асту получили а давай и к сразу конус дадим чё бы нет так какой бы тебе дать конус ты можешь вот эти взять когда владелец использует сверхспособности его силы атаки пошатся на 24 процента на два хода это красиво сконденсированное из времени именно из всех незначительных мгновений сплетается великолепно судьба а ты кто это тоже разрушение они это эрудицы так или вот это наносит сверхспособностью на здесь урон возвышается на 28 процентов на два хода либо сверхспособность пусть будет сверхспособность ой я сразу усиляю его пусть будет сверхспособность экипировать пусть пусть будет так ну и я предлагаю по следующей серии мы начнем с вот этой миссии раз уж мы тут сразу это заделаем а до экспресса ну когда-нибудь дойдем бог с ним что уж поделать у нас особо выбора видишь нет когда-нибудь мы до экспресса дойдем надеюсь тебе понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео скоро увидимся всего а